В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главная тема выпуска. В Московской области дали старт строительству 25 новых школ. Крайон новый, расширяется, дети рождаются, и это очень хорошее событие. Подмосковье территория перемен. Единая Россия утвердила региональную программу партии на грядущих выборах. Инициатива и предложение в нашу программу как раз со всех городов Московской области, опираясь на мнение жителей. Поздравляем с новосельем. Благодаря программе «Социальная ипотека» у врача Видновской поликлиники Надежды Сахаровой появилась своя квартира. Я считаю, что социальная ипотека – это очень выгодно. Глава Дмитрий Абаренов и депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов залили в бетон капсулу президентского проекта «Современная школа». Как это было, узнаем у Юлии Пагасьян. В преддверии Дня знаний в Ленинском городском округе состоялось знаковое событие. Семимильными шагами муниципалитет выполняет государственную программу строительства объектов социальной инфраструктуры, в частности, по вводу новых школ. В прошлом году пошло в школы 26 тысяч детишек, в этом году идет уже 29 тысяч детишек. И запрос не ограничивается этими 29 тысячами. Многие родители возят детей, в том числе и в Москву, в школы. Поэтому нам эту проблему необходимо решить, так же, как и с детскими садами. Вот сегодня мы в поселке Развилка, рядом, параллельно со школой, на 1350 мест. Еще начинается проектирование и строительство детского сада на 350 мест. Сегодня в торжественной обстановке, во время прямой видеосвязи с губернатором Московской области Андреем Воробьевым в Ленинском городском округе заложили основание трех будущих школ. Глава муниципалитета Дмитрий Абаренов и депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов опустили капсулу времени в микрорайоне Римский квартал, который находится в Развилке. Каждый день в стране рождаются будущие лидеры не только общественного мнения, но по целому направлению. Естественно, вовремя их определить, вовремя дать им возможность двигаться. К намеченной цели поддержать. Это, наверное, главная задача сегодня государства. Это тот самый спортивный принцип, который даст нам в итоге прорывные технологии, ну и людей, которые будут вести за собой общество. Вопросом развития образования занимаются на всех уровнях, не только на самых высших. Большую роль играет работа на местах, когда именно муниципальная власть и депутатский корпус имеют прямые рычаги воплощения государственной повестки. Все три школы будут рассчитаны на более чем тысячу мест. В Развилке и в Дрожжине учебные учреждения появятся в 2023 году. Признательно нашим коллегам, как по депутатскому корпусу федерального значения Вячеслав Александрович Фетисов, непосредственно оказывает нам поддержку, участие, что называется, держит всех в тонусе, и строителей в том числе, чтобы реализовывать побыстрее эти знаковые проекты. И также и поддержку оказывают мои коллеги депутаты муниципальные. Все эти места, где сегодня заложили основания школ – молодые, активно развивающиеся микрорайоны. Воплотить такой масштабный проект удалось за счет государственного финансирования. Микрорайон большой, школа переполнена. Не могу сказать даже во сколько раз, потому что очень большое количество детей. Микрорайон новый, расширяется, дети рождаются. Это очень хорошее событие, но еще лучше, чтобы у них были комфортные классы, и они учились с удовольствием. Ведь, как отметил депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов, только в современной, хорошо оборудованной и красивой школе можно достойно выучить и воспитать подрастающее поколение. Такое учебное заведение появится и в поселке Бица. Здесь срок завершения строительства – 2024 год. Жители, которые приведут детей в эту школу, окунутся в новую. Яркую, мобильную, современную школу, образовательное учреждение. Свои плоды дает и система назначения директоров еще на этапе планирования нового учебного учреждения. Таким образом удается спроектировать и оборудовать школу по индивидуальному запросу. Ведь чаще именно учителя лучше знают потребности учеников. Директора участвуют во всех процессах. Так получится и в этот раз. Юлия Погосян, Александр Логинов, Сергей Ларин, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видно этого. Подмосковное отделение «Единая Россия» провело третий этап неочередной конференции, на котором была принята региональная программа партии на грядущих выборах депутатов Московской областной думы и Госдумы. Она была составлена на основе предложений от более чем 700 тысяч жителей региона. О программе «Подмосковье. Территория перемен» наш следующий материал. 25 августа состоялся третий этап внеочередной конференции подмосковного отделения партии «Единая Россия». 349 делегатов, среди которых губернатор Московской области Андрей Воробьев, председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов. Главы городских округов и действующие депутаты собрались, чтобы принять региональную предвыборную программу партии. Это были инициативы и предложения в нашу программу как раз со всех городов Московской области. Опираясь на мнение жителей, более 700 тысяч предложений и наказов было собрано за этот промежуток времени. И сегодняшняя программа – это как раз основа тем, чтобы делать перемены, чтобы развивать наш регион и достигать новых результатов. Капитальный ремонт многоквартирных домов, газификация, решение проблем дольщиков, транспорт и безопасность, благоустройство общественных пространств, развитие и поддержка образования и здравоохранения. Эти и другие темы вошли в новую народную программу партии. Будут наказы собираться и дальше, потому что программа, она ведь не монументальна, она живая. И можно где изменять, дополнять и так далее. А то, что принято, это значит по каждому пункту будет принята дорожная карта. И вся работа, которая по каждому направлению будет идти и регулярно отслеживаться, будем подводить промежуточные итоги. Особое внимание в программе уделено поддержке и развитию системы образования и здравоохранения. Строительство новых медицинских учреждений, модернизация того, что сегодня находится в состоянии десятилетия тому назад. Это новое оборудование, но и самое главное, это привлечение врачей и медицинских работников в Московскую область. Что коснулось и системы образования, привлечение учителей. К первому сентября в Московской области откроют свои двери 65 новых современных школ. Еще 25 будут заложены в конце августа и 10 в начале 2022 года. И такая работа будет продолжена. Мы должны сделать акцент на заботу об учителях, а опять же, чтобы в каждом муниципалитете были приоритетные флагманские школы. Почему это важно? Потому что там идет обмен опытом. Также продолжится строительство и открытие новых культурных объектов, спортивных центров и дворовых площадок. Развитие системы «Безопасный регион». Есть в программе и пункты, касающиеся проблем с экологией. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видно этого. Термин «короткая вода» профессиональные пловцы употребляют, говоря о 25-метровом бассейне. Соответственно, длинной водой называют бассейны 50-метровые. Уже несколько лет ведется обсуждение строительства на территории Ленинского округа большого водного комплекса. Пока же наши чемпионы Олимпийских игр и мировых первенств занимаются в спортивном центре «Дельфин» на короткой воде. Насколько им комфортно и так ли необходим для тренировок бассейн побольше, узнал Максим Козлов. 5 тысяч детей каждый месяц посещают филиалы оздоровительно-образовательного центра «Дельфин» в Видном и Развилке. Но, как выясняется, желающих заниматься плаванием в Ленинском округе намного больше. Выходом из ситуации стало бы строительство большого 50-метрового бассейна. Стоит очередь, и тебе стыдно становится, и через портал записывается, и так. И по 40 человек же невозможно в воду. Ты говоришь, больше 30 не беру. И начинаются жалобы людей, они тебя просят, умоляют. Вы даже не представляете, что это такое. Сейчас, в период каникулу двукратного чемпиона мира и Олимпийских игр Евгения Рылова, есть много времени на тренировки. Но, по словам его наставника Андрея Шишина, для более эффективной подготовки к соревнованиям необходимы 50-метровые дорожки. В короткой воде 15 метров под водой и 7 метров на воде, потом вход в поворот. То есть, ну, это совсем другое плавание. После этого выходишь на длинную воду, там совсем другой ритм, другая структура. И в этом бассейне тренироваться к Олимпиаде или к миру, где официальные старты Фина проходят в длинной воде, невозможно. Согласен с тренером и пловец, из-за отсутствия 50-метрового бассейна им приходится чуть ли не треть года проводить вдали от дома, на спортивных сборах. Появление длинной воды в округе помогло бы решить массу проблем. Это будет намного удобнее лично мне, потому что мне не надо будет ездить на сборах, сидеть. То есть у меня будут все условия заниматься просто элементарно дома. А дома заниматься, ну, по крайней мере, психологически легче, потому что есть какая-то разгрузка в плане родителей, семьи, девушки, котов. Ежегодно по 200-250 воспитанников центра «Дельфин» получают спортивные разряды. И чтобы продолжать свой профессиональный рост, им также необходим большой бассейн. К тому же он позволит и зарабатывать, и экономить немалые деньги. Это же не просто Женя Рылов, вот в этом маленьком бассейне, и все, чемпион. Да, он здесь тренировался, но мы каждый раз отправляли ребят на сборы. И Женю, и Босягина, и Подгузова. И платили 250-300 тысяч за две недели. Это огромные деньги. Необходимость строительства в округе 50-метрового бассейна очевидна, но пока это только планы. Впрочем, коллектив уверен, что однажды их возможности по воспитанию новых чемпионов станут шире. Максим Козлов, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Врач-терапевт Видновской поликлиники Надежда Сахарова стала обладательницей собственного жилья благодаря губернаторской программе «Социальная ипотека». В квартиру своей мечты она пригласила нашу съемочную группу. О просторной трехкомнатной квартире Надежда Сахарова мечтала давно. Врач-терапевт с 22-летним стажем переехала в Видное Саратовской области в 2018 году. Город приглянулся сразу. Уютно и совсем рядом со столицей. И главная надежда очень хотела, чтобы дочка училась именно в подмосковной школе. Это и стало главным стимулом для того, чтобы получить заветный сертификат на льготное жилье. Подала все документы в отдел кадров. Мы ждали где-то около месяца запрос из ЕГРМ о том, что у нас нет жилья в Московской области. То есть это вот буквально был месяц ждать. Потом наш отдел кадров подал все эти документы в правительство Московской области, в Красногорск. И мы уже стали ждать сертификат. То есть я считаю, что если мы ждали полгода, это недолго. Дочка Надежды Сахаровой, 9-летняя Анастасия, 1 сентября пойдет в 4 класс. Девочка рассказывает, теперь у нее будет своя отдельная комната, чему она очень рада. Мне очень нравится моя комната. Она очень просторная и интересная. Кровать у меня бирюзовая и стул я тоже выбирала. Комната у меня такая бело-фиолетовая, можно так сказать. Супруг Михаил поддержал Надежду с переездом. Сейчас он работает в Москве. И поэтому расположение нового жилья в ближнем Подмосковье стало для него большим плюсом. Квартира моя скоро 3 года будет, как здесь уехали. Очень нравится. Мне вообще видно и нравится. Мы выбирали. Квартира хорошая очень. Ну постарались здесь. Уложили руки, конечно, свои. Всегда что-то дополняешь всегда свое. В принципе, вот видите, еще. Ну задумки еще есть. Такой человек потолки натяжные сделать. Я считаю, что социальная ипотека – это очень выгодно. Потому что, во-первых, тебе дали определенную сумму. Это просто так. Просто так дали. Потом, значит, определенную сумму. Ну, такую же сумму ты можешь получить в банке. И ее выплачивать в течение 10 лет. Причем эта сумма, которую ты взяла в банке, она тебе возвращается в течение 10 лет. В новой квартире Надежда Сахарова воплотила все свои дизайнерские идеи. Сама занималась интерьером кухни и тщательно продумывала, в какой цветовой гамме будут гостиная и спальня. Социальная ипотека стала для семьи врача настоящим подарком. Например, в наш случай нам дали 2 миллиона 400 просто сертификат. 2 миллиона 400 мы взяли кредит в банке. И вот эти 2 миллиона 400 мне вернутся в течение 10 лет. Они каждое месяц возвращаются. Я плачу только проценты по кредиту. И плюс еще к этому я подаю на налоговый вычет. Программа реализуется в Подмосковье с 2016 года. Стать ее участниками могут врачи, учителя, воспитатели, тренеры, молодые ученые и уникальные специалисты. Основные требования – российское гражданство, наличие трудового договора в Московской области на срок не менее 10 лет, отсутствие жилья в собственности на территории региона. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч.